Российские олигархи меняют свое отношение к Путину. Годы идут, бизнесмены беднеют, санкции Запад не снимает. Российский диктатор для многих уже давно токсичен, а встречи с ним могут быть чреваты новыми ограничениями. Способны ли олигархи свергнуть хозяина Кремля? Расскажем в сюжете. В начале российского вторжения в Украину Запад наложил жесткие санкции на российских олигархов, запретив им выезжать за границу и заморозив их активы. Это привело к срыву многих международных соглашений, оставив бизнесменов без ресурсов. Некоторые из них стали осуждать войну, выступив против Путина. Выяснилось, что в первый год войны миллиардер Михаил Гуцереев предлагал ФБР информацию о планах Путина и Лукашенко в обмен на снятие с себя западных санкций. Об этом написали два чешских издания. По их данным, бизнесмен дважды встречался с американцами в Праге. Это происходило под контролем местных спецслужб. Но сделку в итоге не заключили, и Гуцериев остался под санкциями. Журналисты издания «Можем объяснить» утверждают, участники российского списка «Форбс» устали от войны и железного занавеса и помогают оппозиции от ФБК до антикремлевских медиа, от правозащитников до покинувших Россию ученых и деятелей культуры. Самым громким случаем несогласия с войной стала история Олега Дерипаски. 2 апреля 2022 года он написал в своем телеграм-канале «это безумие нужно заканчивать». Войну с Украиной безумием назвал и Олег Тиньков. Из-за антивоенной позиции он продал свою долю в Тиньков банке. Также бизнесмен отказался от российского гражданства. «Меня удивило то, что кроме меня никто ничего не сказал из предпринимателей». «Я в шоке, какие все трусы». С антивоенным заявлением выступил и сооснователь Яндекса Аркадий Волош. Бизнесмен убрал почти все упоминания о связях с Россией и СССР со своего сайта. Теперь Волош называет себя израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане. «Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны». Против войны и омский предприниматель Виктор Шкуренко. Он живет в России и хочет, чтобы она стала членом НАТО. Пропагандист Владимир Соловьев требует посадить россиянина в тюрьму. Уезжать из страны бизнесмен не собирается. «Если вы законно избранный депутат, то вы все равно фактически, несмотря на какие-то партийные небольшие различия, вы все равно работаете фактически на Путина. Ну, сейчас. Ну, поэтому какой смысл мне идти в эту политику? Вот приходит сейчас волшебник, говорит, Виктор, вот хочешь стать губернатором? Я откажусь, потому что при нынешнейшей системе власти я просто туда не впишусь. Что это, чем я там буду делать? То есть выполнять указания сверху». С началом полномасштабного вторжения упоминание о деятельности в России стало токсичным. Российские миллиардеры активно удаляют из биографии связи с агрессором и пытаются улучшить свою репутацию. «Они хотели бы, чтобы война с Украиной и усугубляющийся в РФ тоталитаризм, все эти сюжеты, их никак не затрагивали вообще. И долгое время они их и не затрагивали. До 2014 года совсем. Пожалуй, первая трещина в отношениях между Кремлем и крупным постсоветским капиталом пролегла тогда, 10 лет назад, 10,5 лет назад. В связи с аннексией Крыма и началом войны на Донбассе, когда, собственно, началось введение санкций, тогда еще достаточно мягких, весьма мягких, изверженных». Не только бизнесмены и некоторые политики недовольны действиями Путина. Дочь путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова в первый день вторжения опубликовала пост со словами «Нет войне». Такое же послание оставила и дочь первого президента Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. Это же сообщение опубликовала внучка Ельцина Мария, а дочка Романа Абрамовича София опубликовала пост о крупнейшей лжи российской пропаганды о том, что большинство россиян поддерживают Путина. «Я против войны. Ни один сантиметр присоединенной Земли не стоит жизни одного человека». Таких записей в Инстаграме 24 февраля 2022 года было довольно много. Но вот конкретно эту оставила Екатерина Солоцинская, бывшая жена Дмитрия Пескова, дочь и внучка известных дипломатов. Антивоенные посты появлялись буквально в те же минуты, когда ее бывший муж оправдывал бомбежку мирных украинских городов. С каждым годом путинской войны бизнесмены в РФ теряют целое состояние. Именно уставшие от ограничений элиты, уверены политологи, приложат усилия к падению первой костяшки кремлевского домино. Ускорить это может передача замороженных активов российских олигархов в пользу Украины.